я вас приветствую друзья сегодня в издании московский комсомолец в рязани появилась несколько странная статья которая касается исчезновения елены лагуновой напомню это 26-летняя девушка пропала 25 июля 2021 года в рязани и до сих пор найти ее не могут у меня несколько видео на эту тему есть информация есть видео адвоката ее мужа уточняющую некоторые моменты рекомендую заглянуть посмотреть будет интересно и полезно для понимания всей этой ситуации но вот адвокат наталья кошелевой мамы елены лагуновой по непонятной для меня причины решил прибегнуть услугам экстрасенса экстрасенс мирослава руна заявила что пропавшую рязанку елена лагунову убили и об этом сообщает адвокат максим калинов но это как раз и есть адвокат наталья кошелевой по словам калинова экстрасенс поработав с фотографией елена рассказала что лагунова не выходила из подъезда что ее нет живых и сновидящая сказала что к убийству елена лагунова причастны двое знакомых близких мужчин у преступников имеется расстройство психики убийство елена лагунова по мнению руна было заранее спланировано адвокат также заявил что эстрасенс увидела что подозреваем мог быть связаны с какой-то религиозной организации секты тело елена лагунова попросту сожгли никогда еще мирослава руна не ошибалась не часто обращаются из телевидения и многие известные следователи и всегда сказанные оказывается правдой не хочется верить смерть елены лагуновой но сомневаться в сказанном не приходится заключил калинов если перейти на источник этой информации издания 62 инфа то статья здесь несколько по-другому написано но суть принципе такая но здесь есть некоторые уточнения что адвокат максим калинов рассказал о своем сотрудничестве с экстрасенсами по делу пропавшей елены лагуновой то есть видимо он даже сам обратился за помощью по словам калинова он и ранее не раз обращался к экстрасенсу мирославе руне поэтому решил сделать это и в громкой деле о пропаже девушки в рязани общалась экстрасенс и с матерью пропавшей ли елены когда сотрудники канала россия 1 попросили меня заняться делом елены лагуновой еще не было на тот момент ни одной программы я незамедлительно отправил фотографию елены лагунова мирославе руне и спросил что с этой девушкой естественно историю о елене лагунова она не знала вся страна еще не знала ну и дальше пересказывается то что я уже прочитал московском комсомольце из этой статьи кстати можно понять что адвоката маме елены лагуновой рекомендовал канал россия 1 то есть программа соу малахова и уже тогда он обратился вот к этой ясновидящей экстрасенсу ну или как там правильно даже называть как относиться к этой информации сказать сложно понятно про каких двоих близких мужчин идет речь по моему однозначно если она из квартиры не выходила ну ясно что идет четкий намек на александра лагунова и на его отца сергея лагунова насчет секты ну я не знаю неужели это намек на старообрядцев ну как то уж программа малахова по моему уже рискованно немножечко заходит все рамки приличия потому что в самой программе в адрес старообрядцев прозвучало много чего нелицеприятного и по моему даже вполне подходящего под статью оскорбление чувств верующих и опять какие-то намеки продолжаются в этом за направлении ну ладно это как говорится их дело но если уже осталось только экстрасенсы к этому дело подключать но я тогда не знаю честно сказать если перспективы какие-то действительно найти улики против александра лакунова чем усиленно занимается максим но и так я хотел маленечко наверное напомнить хоть я как бы и не юрист но я насколько знаю показания экстрасенсов они как бы не принимались и не принимаются и вряд ли когда будут приниматься следственными органами но и тем более суде такая появилась статья я ее решил прокомментировать вам решать верите как говорится экстрасенсу или не верить и пишите что вы думаете по этому поводу высказываетесь делайте репосты ставьте лайки буду крайне благодарен на и подписываться только конечно не забывайте до новых встреч друзья